здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня в городском округе люберцы приятное событие но уже некоторое время она отмечается у нас есть призеры и даже есть чемпион в компетенции обслуживание авиационной техники чемпион среди юниоров сегодня у нас присутствует здесь студия от алексей михайлин а также николай федорович майстренко мастер производственного обучения обслуживания авиационной техники люберецкого техникума имени гагарина ну а чемпион в программе world skills это такая известная программа которая существует с 1947 года в мире программа по профессиональным соревнований вернее соревнования среди профессионалов практически или среди будущих профессионалов 2012 году к этой программе подключилась россия в 14 году стал активно принимать участие люберецкий техникум имени гагарина и очень часто он оттуда привозят награды и так у нас в гостях чемпион я так понимаю и тренер два направления то есть юниоры да нет есть юниоры есть основная группа есть еще группа там и как правильнее сказать то 50 плюс то есть там уже взрослые а вот есть специальное это направление где занята участвуют люди с ограниченными возможностями вот сейчас да сейчас это развивает направление там практически дошкольного возраста то есть этим направлением много человек может этим заниматься всю жизнь речь идет о том что для каждого вот направления есть своя да 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 я скажу так возраста для каждого возраста можно подобрать и я так понимаю что вы стали призером алексей да как как вам-то это зачем нужна авиационная техника как вы к этому пришли просто нужно мне просто попробовать себя в каких-то новых направлениях пришел я к этому обучился в школе в восьмом девятом классе было такое движение типа путевка в жизнь а было такое и вот мы ходили на курсы готовились к просто проходили курсы по этой специальности и вас заинтересовало они готовились на площадке как раз именно техникума а вот эта путевка же из вас как там заставляли ли это можно было приходить можно было не приходить как это было как дополнительные занятия дополнительно задание занятия и в общем-то ситуация сработала вы начали это было вы заинтересовались и вы стали среди них было отобрано пять человек под со школьников они между собой тренировались то что было это чемпионат то есть не просто для нас а вот а это был чемпионат то есть совершенно натуральный ну ну вот алексей занял там место первое место вот после чего и поступил в национальную сборную то есть московскую сборную вот где представлял вот московскую область в наши компетенции и завоевал уже медаль национальном чемпионате чувствую как у николая федоровича гордо это звучит да вообще представляли себе чем это дело то может закончиться что так это да я представлял но то есть уверенным в себе да я знал куда я иду до чего я туда иду я так понимаю что знать как обычно да дети делятся на тех у кого ну гуманитарные навыки больше и дети которых навыки больше к танки естественным наукам да к технике вот вы технарь правильно получается так да вам это нравится или просто вот как-то знаете зацепили зацепились а потом поняли что это могу это могу и здесь попробовать этим же как-то надо жить ну получается то что я об этом не думал никогда я всегда думал что гуманитарий как бы точные науки мне не давались особо потом но зацепился как вы сказали и дальше мне понравилось это все и теперь ножка это логическая цепочка выстраиваются дали уже типа нравится заниматься такими уже предметами физика математики ну мы же можем вспомнить здесь начиная к леонардо да винчи мажайский и прочие циолковский конечно же там параллельное направление это ракетная техника ведь там же математика физика познается что называется совсем по-другому потому что угол атаки угол тангажа полет летательный аппарат все эти вещи вот кстати как вы считаете алексей самолет вообще сложно устроен или это ну так нам кажется очень сложно очень сложно на самом деле по моему мнению слачетом движок должен быть да правильно топлива залить ты полетели чё на машину ну и конечно же электроника черном еще надо то за много всяких деталей вроде кажется мелочь а может повлиять на накрутил винтик и все полеты жизни а вот нет кстати такого ящик николай федоровича адресу и они понимают что ну понятно что все-таки это обучение это какая-то плюс данном случае этот конкурс даже где-то игра они понимают что того что будет неправильно найдено какой-то дефект двигателя что действительно цена человеческих жизней да на самом деле понимают и понимают очень скажем так справедливо и четко потому что так как у нас обучение идет по стандартам world skills на все эти обучения и стандарты то есть они не из воздуха взяты то есть это некую группа преподавателей придумала да и сказала давайте мы сделаем сегодня так давайте сделаем завтра так у нас есть определенные международные стандарты это там с корпорацией там боинга там еще где-то и все работы которые они проводят все это берется с госпрограммы то есть есть определенные госты что болт должен затянут именно в таком положении гайка должна быть затянута в таком положении то есть все что совета прописал тот или иной это инструктор все это производится то есть у нас то есть мы это обучаемся только все по структу понятно поэтому до принимаете вы участие в этой программе и когда они делают контровку на двигателе что вот это делали они делали за модуль это замену модуле на двигателе вот в данном ситуации у нас был двигатель с вертолетами 2 это один из модулей связаны с двигателем да да это время был какой-то дефект замена замена силового агрегата они делали замену снимали соответственно эксперты пусть там в онлайн были камеры со всех сторон висели экспертом онлайн наблюдали правильно ли он взял ключ тот ли он ключ взял потому что если он берет не тот ключ эксперт сразу видит то что сирена минус да то что он не подготовлен он не умеет пользоваться ключами а если не умеет это значит уже не профессионально но это да он это и также потом снимает блог задевает не задевает гремит поставит его обратно блог то должно можно гремит но прекрасно при этом все выполняет но все равно лишние удары это наносится уже вред там трубочкам каким-то момент с таким компонентом даст то есть участник должен прекрасным поэтому не должен брать этот блок оттуда томгол и заражением выдергивать его с корнями а да а понимать как мне положено хочешь увы в接De все это делается он должен это рассчитать должен понять и аккуратно вся эта аккуратность и выдает как раз его профессионализм я напомню что речь идет о национальном конкурсе world skills конкурс этот существует давно с 47 года мировую дамы гранились россия в двенадцатом а в 2014 присоединился и техникум из того времени активно принимает в этом участие то есть уже это лишь компетенция тех и техникум уже известен этим есть на уровне значит внутреннего рынка скажем так и на уровне международного тоже принимает участие и было три модуля до алексей это значит двигатель 2 модуль двигатель электрика электрика это надо схему до собрать электромонтаж да там имитируются переборки воздушного судна вот и также по стандартам как в авиации прокладываются вот это есть какие там стандарт специальные в каком положении правда прокладываться как они крепятся учащиеся спустим алексей а даже за алексей все это надо да я понимаю что всегда хочется иногда самому сделать ну давай давай тяжело было эту схему-то собирать но у нас неправильно один влево вправо и так как сгорели я все-таки участвовал как юниор у нас была облегченная схема на тренировках мы готовились там собирали более сложные то есть для вас это было легко ну так честно скажу честно сказать старчали что было сложнее был же еще третий модуль слесарка так понимаю лишь сбор чего-то там у меня было всего лишь 2 муна возглавного юниоров был 2 модуль это профессионалов 3 да ну то есть схема была проще меня двигатель сложнее да мне показалось так хорошо у меня вот такой еще вопрос алексей скажите а другие участники вы что-нибудь о них знали вы как-то за ними могли смотреть наблюдать потому что в этом году из-за пандемии напоминаю для наших телезрителей этот конкурс впервые проводился в онлайне по откуда было от почему и было много камер и все это наблюдалось различных точек зрения то есть не в оффлайне не очно к сожалению заочно на расстоянии что-нибудь ознали о других не это других участников я ничего не знал и не контактировал с ними никак мы встретились с ними только на пресс-конференции получаю после этого уже увидели где были и главные эксперты мы общались рассказывали своих и вы еще не знали что вы тогда еще ничего а как вот награждение это происходило расскажите теперь николай федорович слова передадим награждение происходило у нас же также в техникуме приезжал наш глава владимир петрович ружицкий и он лично уже награждал уча когда вы узнали то что выиграли в онлайне в этом пресс-конференции или как нет а ну да то есть есть определенный сайт вот world skills да вот это как ты наши региональный центр компетенции но это и ркц они выкладывают ну вот они уже то есть там как происходит эксперты заносит все это в базу все данные все оценки вот там все это все это формируется и потом как бы уже это независимое такое получено да 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 и вдруг раз потом на на сайте вот вы свечу это за на самом деле на сайте написано алексей михайлов да ну и как лёша было ощущение обрадовался конечно потому что я думал то что я займу ну призовое место но никак а почему такая неуверенность голоса потому что я сделал некоторые ошибки в общем недоволен был своим выступлением потому что готовили меня намного лучше как бы и из-за волнения наверное я допустил где-нибудь ударил этот двигатель когда вынимал да может где но там невнимателен или что-то контровка очень ну там внимательно очень делается описал как николай федорыч то нервничал там да потому что мы были с ним пенсию нет но кстати вот совершенно не нервничал нет совершенно да я вот на площадке мы были всего лишь вдвоем я выступал как технический эксперт алексей был участник то есть на площадку в этот момент никто не допускается то есть посторонних вообще никого нельзя потому что работает 8 камер круглосуточно никто не допускается и как я видел я видел это и в ноутбуке и вот рядом вот он проходил то есть как бы все модули рядом я совершенно был спокоен да как бы были ошибки но он грамотно сумел x обойтись до сгладить он поступил совершенно профессионально что и оценили эксперты вот они сразу сказали то что этот человек сделал правильно то есть он не растерялся не бросил ничего а продолжил делать и вышел из ситуации очень профессионально что было на самом деле ценю он выполнил все модули в срок ну все правильно что мог доделал алексей я правильно понимаю что от кино который нам показывают про аварии когда там в воздухе вдруг начинается какие-то сказочные ситуации что берут не по инструкции действует вот всегда ли надо действовать по инструкции есть провокационный вопрос задаю иногда все-таки наша родная кувалда нас спасет самый сложный момент ну лично мое мнение то что всегда нужно где действовать по инструкции по гостам потому что любая самодеятельность может привести их трагедии все про ингуляции только вот при работе речь идет о профессионализме прекрасный финал для нашей с вами беседы ну что в первой части нашей программы мы пообщались с алексеем михайлиным чемпионом юниором в компетенции обслуживания и рационной техники который здесь был вместе со своим тренером николаем федоровичем мастренко мастером производственного обучения обслуживания авиационной техники люберецкого техникума имени гагарина ну а дальше у нас с вами встреча с еще одним серебряным призером этого конкурса а вот кем вы узнаете буквально через несколько минут напомню что эта программа открытый диалог мы продолжаем разговор с победителями и с призерами очередного национального чемпионата по системе world skills система которая напомню существует в мире с 1947 года в россии с 2012 из 2014 в ней активно принимает участие техникум люберецкий техникум гордо носящий имя летчика-космонавта юрий алексеевича гагарина и сегодня во второй части программы нас гостях елена анатольевна зеляева преподаватель техникума и сертифицированный эксперт компетенции эксплуатации беспилотных авиационных систем а также серебряный призер алексей щекочихин серебряный призер этого а конкурса и естественно тоже в этой компетенции еще раз все назову эксплуатация беспилотных авиационных систем здравствуйте я сразу же хочу сказать что мне кажется беспилотники это сегодня она просто вот мода на беспилотник уже даже их законом решили как-то регулировать я начну селена анатольевна скажите это действительно наше будущее беспилотник то ведь беспилотник это же не только авиа беспилотник естественно не только авиа беспилотник это в принципе любой аппарат без нары и до беспилота который автономно может выполнять какие-то функции и это очень удобно это очень сильно облегчает жизнь человеку какая-то такая роботизированная все-таки история но настоящий человек делает уже настоящий момент это совокупность и пока функции которые несет на себе оператор управляющий и автономная система то есть можно написать программу но все равно приходится контролировать самому а правильно я понимаю что на земле все-таки еще не очень так хорошо с беспилотниками они вроде как есть но вот я помню во время чемпионата мира по футболу гоняли этот камаз знаменитый где сидел человек и прям внутри этого камаза и ты думаешь ну и сам уж человек внутри машины сидит то есть не изменилась эта единица и что там компьютере значит пытается наладить то есть правильно понимаю что авиационные беспилотники они чуть быстрее как-то развиваются ну да изначально беспилотные летательные аппараты они сразу без людей человек сразу за бортом на внешний пилот на земле до который управляет земли и сейчас все больше развивается еще и автономные автономные полеты когда человек уже даже практически не вмешивается управление только заранее написал программу уже беспилотник но уже выполнение вопрос если позволить алексеевич и кочихин неожиданно будет сразу вопрос таки серебряный призер уже гордость техникума скажите она станет такой момент когда будет лететь пассажирский самолет не будут сидеть люди а пилотов не будет мы доживем до этого с вами я то может быть и нет вы это доживете не ну насчет доживем не доживем не знаю но такой момент однозначно настанет будет но только вероятность катастрофа она от этого уменьшится или увеличится человеческий фактор знаете из такое словосочетание иногда он спасает ситуацию иногда наоборот утягощая то есть будущее за беспилотниками будущее однозначно с беспилотниками насчет человеческого фактора просто нужно научить хороших людей сертифицированных людей которые будут писать программу без ошибок и угрозы человеческому здоровью а это возможно без ошибок чтобы даже сертифицированные люди написали без ошибок это возможно я почему спрашиваю много лета мне просто интересно логика подсказывает что очень много лишних цепочек лишних каких-то от которых мы зависим мы помним да неприятные истории с пилотами которые происходили вот я интересуюсь потому что эксплуатация беспилотных авиационных систем вот сказали да или на тонн это же интересно как мальчик детстве вышел запустил там какую-то эту машинку и она уже она же летает ну это начальная стадия батарейки вот она летает потом он учился его карать не просто чтобы он там падал и разбивался научил его красиво на как-то посадку совершать да это же фактически прообраз того я помню шел разговор о том чтобы самолет вставала вставлялась капсула что если самолет значит с ним пассажирскими что-то происходит все гибнет это капсула значит на парашюте спускается даже такие были вещи то есть это будущее все-таки беспилотным это будущее но возвращаясь к вопросу о обслуживание можно ли написать идеальную программу это достигается путем проб и ошибок но соответственно не ценой тех человеческих жизней поэтому тренируемся на железках или натальна почему алексеев не стал золотым ты а серебряным что 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 у нас не получилось то у нас на мой взгляд на самом деле у нас получилось все возможно не хватило какой-то доли везения возможно сам формат онлайн формат когда ты не видишь других соперников и не видишь их результатов работы не и даже эксперт не может сравнить результаты работы возможно вот не хватило да там соревновательной атмосферы но нужно учитывать что если в очном формате у нас обычно участвовало 57 финалистов до прошедших отборочных соревнований то в этом году у нас не было отборочных соревнований из-за пандемии и все регионы которые провели чемпионаты они все участвовали в финале и в результате количество участников был гораздо больше и тот один балл который отделяет алексея от первого места но я не могу его для меня в любом случае он победитель я не могу его ни в чем обвинить да понятно что у него есть наверное недовольство собой в каких-то модулях но я прекрасно понимаю что тот уровень который он показал но наверное 98 процентов из 100 возможных на сто процентов уж извините я считаю что на сто процентов ни один спортсмен а в данном случае задания такие что их на сто процентов и невозможно серебро с отливом золота для меня однозначно алексей какие были модули что входило что вы должны были показать какие компетенции в дистанционном формате в конкурсном задании были модули автономного пилотирования пилотирования ручного в симуляторе удаленная съемка это ведем еще и беспилотника да да то есть отчасти это тоже автономное управление было то есть мы писали автономную программу которая при этом еще и снимала видео дефектов и на устранение неизвестно что я понял этой программе человек дефекты подставлять и ты должен найти эти дефекты да и выяснить нашли дефект нашли до нашел нашел понятно вот но я понял что ситуация действительно мы рассматриваем онлайн-режим это всегда в любом даже просто в человеческом общении общаешься в какой-либо программе и ты понимаешь что нет вот атмосферы этого но тем не менее вы же должны были это как-то показывали вы же не в нем не думаю вас летал этот аппарат у нас было на самом деле вот если у всех компетенции был только центр управления соревнованиями то у нас была еще площадка которая называлась центр управления полетами и коптеры реальные они запускались просто они запускались на той площадке то есть ту программу которую писал алексей запускали на реальном коптере но другие люди а он видел только результат выполнений мог скорректировать опять же у себя опять переслать и на самом деле это очень большая сложность потому что у нас получается участник зависел от компетенции того человека который технического эксперта который запускал этот коптер на удаленной площадке если тот дело что не совсем правильно участнику приходилось удаленно это корректирует но с другой стороны на будущее это даже в какой-то степени увеличивает интерес потому что задействовано несколько людей так что возможно когда если пандемия на диска не закончится в том виде в котором она есть сейчас что будет у нас может быть что-то будет останется даже в онлайном режиме а что-то будет мощным почему потому что я почему начал наш разговор в этом в этом нашем втором отделении сегодняшнего разговора замечательном любилецком техникуме что мы сейчас видим что идет есть запрос на некую еще более автоматизированную систему да мы видим что освобождены уже полосы для транспорта это будущее на мой взгляд такой верхнее метро где будут просто летать не автобусы уже не электробус а чтобы другое ездить будет и может быть даже не ездить а парить вот вы можете назвать все таки беспилотный аппарат сразу мы подразумеваем кучу металла ну или там еще каких-то предметов у него есть какой-то свой ум или это ум пол полностью ваш он может в независимости от вас что-нибудь сотворить в какой-то степени да но это скорее не его мысли да так скажем хотя бывают его когда у него накапливаются вот эти самые мысли до ошибки в голове бывают и он сам начинает что-нибудь но в большинстве случаев это зависит от окружающей среды возле к у него не отменял да а вы учитываете это когда ну я сейчас не говорю про онлайн режим да вы учитываете что вот дочь может пойти неожиданно или еще соревнования может быть никто не отменяет вот как раз чтобы не было таких форс-мажорных ситуаций все соревнования очного формата проводятся под крышей давка на крытой территории почти все на крытой территории соответственно огороженной сеткой для безопасности людей мне еще такой вопрос первый значит коптер как вы говорите надо запомнить очень удобно я как давненько помню я где-то был и помню как он жутко жужжал когда еще никому даже в голову не приходило это как-то законодательно закрепить где можно летать где нельзя сегодня мы к сожалению знаю что беспилотники используются и военных действиях во всю и так далее и кстати фотосъемках снимают то что не хотелось бы например снимать какие-то связаны там с миром шоу-бизнеса не только миром шоу-бизнеса вот на ваш взгляд эти беспилотные авиационные аппараты не могут быть бесшумными уже не так жужжат ты все ну совсем бесшумными скорее всего сделать не получится какая-то доля шума будет у нас в принципе нету бесшумных совершенно аппаратов и они работают просто с маленькой долей шума соответственно шум можно снизить и у беспилотников даже сейчас далеко не все беспилотники очень шумно есть достаточно тихие летательные аппараты даже для профессиональной съемки уже можно найти достаточно тихий аппарат я почему этот вопрос сейчас адресовала натурами мысль пришла в голову можно уже просто программу делать не про конкурс про сами беспилотники очень интересная тема и на мой взгляд ну практически безграничны потому что мы вот говорим о беспилотниках но ведь например то чем занимаемся мы это беспилотники которые до 30 килограмм веса да это малые беспилотники причем они бывают как коптеры с которым мы в основном работаем наиболее распространенное но есть еще беспилотники самолетного типа и конверта планы и на разных типах двигателя вот как раз к вопросу о том шумят не шумят и есть спорт дронрейсинг который тоже эти самые беспилотники то есть ну тема очень обширная если еще переступить эту границу 30 килограмм и замахнуться на аэротакси и вспомнить такси это ладно то что президент сказал что сверхзвуковые самолеты мы возвращаем то есть я имею ввиду пассажирские в том числе вспоминаем ту 144 и concorde то тут тоже может много чего произойти поэтому алексей давайте через некоторое время хочу пригласить вас и поговорить именно вместе с июня наталья просто вот будущем беспилотный уже не как там с учащимся до или как участником какого-то конкретного конкурса а как вот уже человеком который профессионально этим занимается потому что за ними будущее слова беспилотник и относится точно также к нашим другим работам касса без кассира до касса билет билет без кассира то есть тут очень много всего интересного поздравляю вас я понял что серебряная все равно с отливом золотого как мы договорились или анатольевна вас еще раз поздравляем что каждый год нам приносите радость здесь в городском округе люберцы но напомню что в гостях у нас были сегодня серебряный призер конкурса лодкинс национального чемпионата в компетенции эксплуатации беспилотных авиационных систем алексей щекочихин и елена анатольевна зеляева преподаватель люберецкого техникума имени гагарина сертифицированный эксперт компетенции эксплуатации беспилотных авиационных систем спасибо вам огромное это была программа открытый диалог всего доброго до свидания а